Игр То есть сейчас у них хорошие шансы Ну и здесь можно посмотреть на драфт Бестмастер, Тимберсо Интересный такой пик То есть скорее всего Тимберсо у нас Центральная линия, тем временем Сларк Разбирается с Умни Найтом Этот момент немножечко упустил И еще и Клакверка добьет И теперь нужно бежать, беги родимый Сларк родной Пурман Шилд помогает ему бежать Ну и Сларк оформляет Себе уже второй фраг И есть у него также один ассист Замечательное начало для Сларка Пройдемся вообще по линиям, наверное Здесь уже пак против Тимберсо Омни Найт на спорте Который помогает Клакверку сверху И также Сларк с Рубиком За силы тьмы Ну и на сложной линии Баунти Хантер стоит, обороняется Против Свена и Лины Необычный такой саппорт у нас Ну и лесной бестмастер получается в такой ситуации Ну что вообще по пикам можешь сказать? Как тебе? Чей пик больше нравится? Ну команда Braveheart отличный пик в принципе У них есть Свен, Свен хорош как правило всегда Но мне кажется то, что ФТД должны побеждать здесь Просто потому, что у них есть Сларк Сларк очень хорош против Свена На мой взгляд Против Клакверка тоже неплохо Ну посмотрим, посмотрим Как здесь Сларк себя покажет Пока что два фрага он забрал И это уже неплохо И Крепстат у него более-менее Хотя Свен, как мы видим, идет с опережением Но фраги сделать не может Пока что Так, конечно, тут Омник Жалкий Омник второго уровня Пока что тяжело ему каким-то образом помочь своей команде Ну и что Свен? Свен уже подбирается к Доминатору Хочет быстрый Доминатор себе сделать Немножко необычно то, что уже вкачал Клифф в тройку Я вот не знаю Мне кажется так Нападение на Баунти Хантера И кажется это Да, это фраг для Лины, правда Свен не смог забрать Но все равно неплохо Хотя бы за ассист что-то получил Интересно то, что Свен вкачал уже Клифф в тройку То есть не оставил где-то в невкачанных поинтах Вот эти вот три очка И за счет этого постоянно толкает линию Ну я так понимаю Это здесь в принципе не так плохо для него Потому что БХ все равно бы смог получать экспу А так он еще и вышку напрягает Немножечко Ну дело в том, что Клифф Ты когда качаешь, ты действительно толкаешь лайн Но при этом в этом есть и бонус То есть ты можешь отвлекаться, например, на нейтральные стаки Ты быстро лайн толкаешь и забираешь пачку хрипов, допустим И хардлейнером можешь еще дамажить дополнительно То есть урона у тебя элементарно больше становится За счет этого Клива на лайне Больше ущерба наносишь Пришел папочка на линию Бестмастер вышел из леса Я только что слышал твою легендарную собаку Так, нападение на Клакверка Клакверк здесь скорее всего уйдет Еще есть подхил А то мне на эту Хотя, вот это урон залетел Да, там третий тос Одновременно фейтболт И одновременно даркпакт И как-то Клакверк слишком быстро закончился Он даже стики нажать не успел Настолько быстро его здесь вырубило И честно признаться, я тоже не ожидал Что так быстро его похоронят Ну вот, так бывает Форс пошел успокаивать собаку, что ли? Да Она сама успокаивается Но нужно немножко подождать, конечно Я просто стреляю в нее из транквилизатора И она успокаивается сама Ну нет, мы, конечно, в Рухабе за Хорошее обращение с животными Тут могла быть какая-то шутка смешная Но очень жестокая Поэтому Мы платим ему хорошую зарплату, да Да У меня в Рухабе хорошая зарплата Ладно Пошучу про себя Там, кстати, Клакверк прожимает стики Хватает у него Мана на паунс Он пытается за Т2 вышечку забежать Кушает елку Но его тут запирает И сейчас еще и Омник тут похилит Ворует фраг Ворует фраг И, кстати говоря, может поплатиться за это И поплатился И поплатился еще и Клакверк И вот, честно говоря, даже не знаю, кому это в плюс А тем временем еще и на Тимберсон падение И Тимберсо здесь тоже могут забрать Но Тимберсо регенит Своей лютейшей пассивки Вкачанной в 3 И Тимберсо в итоге смог отступить От трех героев соперника Ну вот, мне кажется, все-таки Забрали Сларка, это неплохо Но это не так неплохо Как Неплохо забрать двух героев И еще одного под треком Для FTD Club Все-таки это еще начало игры Ну, Кэрри как бы убили, да Но для него в начале игры не такая большая потеря Прямо скажем Он в таверне сидит недолго Да и голды за него дают не так много А вот то, что... Ну, Сларку все-таки надо побыстрее как бы фармить Ему в таверне сидеть нежелательно Ему нужно как можно скорее вытащить свой лотар И уже бегать по карте, убивать Лину Которая вообще сладким является героем для Сларка Нету совершенно никакого эскейпа У этого персонажа хп мало Нападаешь, попадаешь паунсом Юзаешь даркпак, даешь два удара Лина твоя Так, тут курьер у нас отправился в таверну Прямо здесь на линии Клокверка еще убивают на топе Да, и на нижней линии Баунти Хантера пытаются забрать Клокверка в итоге забирают Ну, собственно, вот, Сларк вернулся Все у него в порядке А Баунти Хантер снизу выживает Еще и на развороте идет Здесь бестмастер Лину могут и подцепить Дает трек Ну и Лина ничего в итоге сделать не смогла В принципе, такое ощущение, что можно было бы станчике даже и не давать От беста Ну, на всякий случай лучше было бы его скастовать Кулдаун у него не такой большой С маной вроде бы проблем у бестмастера нету пока У него мана полная на лайне То есть, когда ты долго уже стоишь Там, два-три ультимейта использовал Тогда у тебя маны нету Тебе приходится на базу бежать Но остальные скиллы у бестмастера дешевые Поэтому, там, кабана вызывать И птичку он всегда сможет Вот поэтому Жалеть ультимейт тут не стоило Важно было сделать этот фраг Потому что, мало ли, что могло произойти Да, конечно, фраг под треком особенный Это слишком приятно, чтобы игнорировать И мы видим, что два кор-героя команды FTD Club в топе по Нетворцу Даже обгоняют Свена Бестмастер, который фармил в лесах Вышел и тоже от Свена находится не так далеко Ну и у суппортов как-то слишком много денег Вообще, такое ощущение, что Ну, как бы пять коров У команды FTD Club, судя по золоту Очень много имеют все В то время как, там, та же Лина Или Омни Найт Имеют значительно меньше Но вот бестмастер ошибается Да, и бестмастера здесь могут забрать Жду, дает ему стан Чуть попозже дали стан Хотя Дримкоилл своровал здесь Рубик Ну вот, зря, мне кажется, он сразу его поставил Все равно не выживал никаким образом Бестмастер Так, и Свена цепляют Свен получает чакрам Сильно достаточно замедляют его Но сверху кастуется репел И абсолютно спокойно здесь Выживает Кстати, по поводу контрпиков к Омни Найту Мы видим то, что в команде FTD Нету персонажей, которые Омника как бы контрят, да? Напрямую Нету героев, которым часто там можно Дифьюжел Блейд купить Но Сларк, конечно же, в итоге купит, скорее всего Потому что, ну, обяжет его Омника это сделать Но нету ни Дума Нету каких-то там джиггернаутов Других героев с пуджем Мы не наблюдаем у команды FTD Но есть такой персонаж, как Рубик И он в каком-то смысле Омника тоже контрит Потому что какой бы ты скилл ни своровал Рубиком у Омни Найта Ты своруешь всегда что-то хорошее Либо пьюрификейшн Который, ну, стараться и нужно забирать Либо репел Так, в БХ попадается Лина Успеет летать станчик Успевает дать станчик Но, кажется, Баунти Хантер здесь уйдет Да, за счет рейндропа, но Залетает сверху просветка Прям в этого Баунти Хантера выкинули Чуть ли не все, что было Но забрали, самое главное А Сларк тем временем забирает вышку А Сларк на топе слишком свободно себя чувствует Пока у Сларка все великолепно Свену тяжеловато будет Его тут кайтить легко Кабаны всякие Пока нету Блэк Кинг Бара Есть Рор Тимбера убивать не так просто Если у него брони в итоге будет много Наверняка у него еще какая-то шива появляется Ну да, в БКБшечку кабан не замедляет Остается надеяться, что команда Брейвхард будет просто нападать первая То есть они должны прыгать через Клокверка, через Свен И убивать нескольких персонажей ФТД сразу Потому что в противном случае Их раскайтят, скорее всего И будет тяжело воевать Но у них для такой игры много полезных персонажей Тут БХ получает Дрим Койл Он раздеваривал, конечно Но ценой своей собственной жизни Ставится еще один Сентри Вард Нет! Вот это да Ему Лина вписала Лагуны На прощание Говорят, где там капелька есть Да, сквозь капельку, кстати говоря Ну там было слишком мало ХП, поэтому И видно, что капелька тут не помогала Тут и 10 капелек бы вряд ли помогло Учитывая, что ХП там практически не было Но тем не менее, Баунти Хантер достаточно неплохо выигрывает время Он там что-то развардил, заставил Сентри еще одну поставить Опять сейчас придет Так себе Находит клокверка Клокверка замедляют Клокверку нужно бежать, спасаться Но нет Киберсо здесь не пощадил Минус клокверк Пак залетает Дает рассказ Свен подходит сзади Уничтожает всех кабанов По красоте Попадает под чекрам Ой, как бы его здесь сейчас не убили Но нет, живет Получает репел Ну и нужно бежать Так себе врыв от Свена получился Да, и возможно даже и не убежит Да, не убегает По трекам его забирают Но кабанов убил В принципе можно засчитать как два фрага Чтобы было не так обидно Есть у нас один мастер по кабанам на Свене Уже закончил свою карьеру Сош Сошка Да Ну может он карьеру-то не закончил Но я его вообще нигде не вижу Ни в фаблике, ни в каких-то командах Даже тир-2 дивизиона какого-то Ушел в реал лайф Ну этим временем забрали баунти-хантера Многострадального Клакверк пытается в кого-то хотя бы попасть Хоть что-то сделать Сларк в итоге под ультимейтом умирает Но забирают Клакверка в размен Пак уходит еле живой И могут сейчас попробовать забрать вышку Аккуратненько Сларк, конечно Опять против него куча всякого АОЕ Ну такого, скажем так Не который его контролит Но который его дамажит И если в поздней стадии игры Возможно под Шадоу Дэнсом убивать Его будет тяжеловато То сейчас слишком хорошо Свен получает репел Ну Тимбера он не пробьет, конечно Хотя вот пытается Очень сильно хотят эту вышку забрать ФТД Им нужно быть аккуратнее И пытаются заденайть Брейвхард Свой туверов У них не получается это сделать Рор подставляется он не найт Успели его слить до Пьюрификейшна и репела Влетает пак Дает свой рассказ Но ребята из ФТД все живые Да, Свен похоже, что опять умирает Убили правда Тимбера Да, Тимбера здесь удалось развалить Но это хоть что-то Но Свен погибает дважды В то время как Сларк, да, пришел Разок погиб Но он до этого фармил Он резнулся и пошел опять фармить То Свен, он пришел на эту линию Потанцевал с кабанами Умер первый раз Пришел второй раз Опять потанцевал И опять умер Для его экономики Это, конечно, очень-очень печально Пак покупает себе худ О, худ Вейл Как раз таки вот Обратный артефакт Так, находят Сларка Сларк Есть шадоу-дэнс Пытается уйти Я бы уже включал Шадоу-дэнс на самом деле Да, включает Пытается Пытается спастись со всех сторон демоны зажали окрушили взорвали ракеты его бедный не знал то что пак находится на этой горочке сладко он думал что он где-то в этой области находится скорее всего ну в общем тяжело было спарку но неаккуратно неаккуратно играют команды не хотят сплит пушить не хотят забирать свои артефакты мы видим то что у сладко много золота и он купил себе вместо шедоублейда эхо сейбр это артефакт который очень часто на сларках появляется сейчас первым слотом это не значит что это какая-то ошибка да это просто артефакт который позволяет тебе быстро фармить шедоублейд позволяет тебе фармить героев а сабля помогает тебе фармить крипов ты должен выбрать что-то одно видимо посчитал сларк то что раз уж он не может соло убить пока раз уж он не может соло убить клокерка свена и омни-найта и только лин является для него целью то уж лучше купить саблю и чуть-чуть пофармить было бы там больше таких сладких героев наподобие лины там дизраптор допустим какой-нибудь или там другой какой-то тонкий персонаж которого легко было бы забирать мидер какой-то слабый тоже можно было бы купить и шедо блэд тебе первым слотом знаешь по твоей любимой аналогии со стульями он как бы не не сел на один из двух а он взял оба и каждой половинкой попы сел на один потому что он купил себе саблю и пошел с ней драться вместо того чтобы фармить то есть сделал как-то и то и другое кстати говоря сабля помогает и в драке давай еще это расскажем потому что сабля дает много статов хороших и дополнительный удар а для сларка это очень важно учитывая что у него есть эссен с шифт и ему нужна сила в начале то есть с шедо блэдом у тебя там порядка тысячи с лишним хп там да там у него находят свена сын пытается убежать падают по нему станчиком летит первым омни-найт хорошо подрубает сразу все стан рубика рубика должны забирать рубика забирают ставят его одного ультимейт ну и своем итоге отступит хорошо то что обник прилетел первым клоквер культует падает в баунти баунти дает трек здесь уже сларк тимбер аккуратненько аккуратненько откидывается чакрамом и нужно уходить на баунти хантере заканчивается просветка но его успевают забрать до окончания действия этого спала далековато все-таки за своем зашли успел он добежать до вышки и минус 2 переоценили свои возможности фтд сларк сабли и драться на самом деле может просто с шадо блэйдом удобнее драться на сларке с той точки зрения что ты как-то с фланга заходишь одного быстро убиваешь и потом уже в численном преимуществе дерешься сабли так не сделаешь справедливости ради опять же если бы он вот в тех драках в которых он умирал если бы он был шадо блэйдом то он бы тоже умер а скорее всего даже быстрее потому что статов она не дает ну что ж 11 14 и преимущество ftd club и потихонечку тает потому что они проигрывают драки но стоит им сейчас выиграть как следует одну и они отыграют все разом и даже больше потому что есть blood stone который начнет наполняться есть баунти хантер у которого не за горами одиннадцатый твой напад видели знатно данного очень много золота сейчас свин стал себя хорошо чувствовать действительно здесь часы и шестнадцатый левел не за горами и стаки фармят потихоньку парк кстати говоря вообще забил на покупку шедоу блэйда просто берете берег южу ну очень сильно мешает вот этот вот репел на своем чтобы его тимбер должен по идее завирать уже было несколько драк где тимбер гарантирован должен был его убивать если бы не репел ну и репел здесь слишком неприятен ну так что диффуз да в принципе если не сейчас диффуз то в этой игре уже не то чтобы никогда но просто если сейчас не купить то следующий пару дракон пробегает репеле потом появится бкб и все там уже пиши пропала да сларк старается гибко играть на свою команду не единолично как-то не покупает вот этот вот шедоу блэйд не покупает там другие какие-то артефакта вот исключительно берет диффуз для того чтобы вместе с командой как-то можно было убивать но вот к синку сейчас рискует умереть надо с диффузить себе поздно слишком слишком много урона он мог попытаться с диффузить себя сайланс и нажать ультимейт но там слишком много урона в него вошло потеряли сларка фтд плохо они тут как-то то ли рошана собирались забирать но честно говоря не тот только бестмастер наверное из тех кто более менее они хотели наверное зайти подраться как-то учитывая то что сларка только что появился диффуз они хотели его сразу же опробовать скажем так в действии поубивать игроков брейхард но не пошло не получилось не короче тут отдаются не короче надо контролить конечно слишком много золота за них просто можно получить и сдохли и с ларкой не короче и все сразу но в итоге как-то ftd у нас начали то они отлично но сейчас у них все не так радужно да не просто вот я смотрю они занимаются любимым делом команды комплексити они бегут они просто бегут да сюда как-то вот никуда не выходит но надо стоит признать что в принципе брейхард тоже похожим делом заниматься только не стоят вот выходит свое порычал покричал получил ультимейт клок вверх промазал ультимейт пошел репел сразу же диффузили свэн дает стан неплохие коки но дэмэдж туда особо не нанести свэну однако разбираются с рубиком guardian angel свэн ой свэн остается бить пенни крача но хотя бы очень больно нормально он знал на что шел пак залетает дает свой ультимейт омник получает трек здесь тимберсо распиливает лину должен забирать но лина получает подхил ломник также уходит неужели кого из них не заберут сларк тем временем забирает пока к сожалению не попала в объектив наших камер забирают ли ну нет не забирают ли ну я извиняюсь она все еще жива я просто потерял из виду и она уходит на тп а вот он не на это не должен уходить успеет еще себя похилить нет похилить не успел в итоге минус четыре в исполнении команды ftd club бейб отличная драка как везет сларк он находит дабл дэмэдж это означает что помимо выигранной драки ftd сейчас еще и рошана получит вот это исключительное везение без дабл дэмэджа они бы этого рошана не забрали вот как так быть а ведь это очень много значит как ты отношешься к поступку свена в такой ситуации вместо попытки убежать с каким-то шансом гарантированно подфармить 200 голды из красного некорача но при этом умереть то есть он же он убил его не сплэшем он просто стоял и пил прямо в этого красного некорача осознанно если бы он этого некорача не убил ему омник бы еще и хилл бы дал поэтому мне кажется там негативно можно было да попытаться как-то ну не то что убежать убежать там вряд ли получилось можно было бы может забрать кого-то хотя бы ну или побольше бы героев выжило брэйвхарт не убежал бы свой набежал бы омник тогда так он этого красного некорача убил итоге и сам погиб очень плохо вот примерно это тогда и хотели и здесь делать но сларк умер и не получилось подраться со своим соперником вот таки после респауна с ларкой и продолжили скажем так долбить в одну точку и все таки нашли драку и выиграли ее падение на пака но пак здесь ой а что же на рву то не кинул а ну он сделал лучше да он ушел в шифт который уже четвертого уровня действительно ты упустил этот момент до кончик у пака собирает себе что линзу возможно или возможно линку чтобы вешать там на того же свена линку плюс репел но от линки хуже команде брэйвхарт не станет это точно линка нужна против бестмастера есть конечно бх который легко линку сбивает но если речь будет заходить о каком-то смолганге не всегда бх будет рядом чтобы это сделать или может быть не всегда бестмастер будет рядом как-то успеет среагировать брейхарт в таких ситуациях очень сильно решает так ну и тем временем свэн дофармливает у нас бкв-шечку а команда fcd клопей забирает нижнюю вышку и перемещается сразу куда-то в мид ну них аегис они хотят реализовать это егис может быть как-то подраться все-таки если сларк все сделает хорошо его не так просто убить а убить дважды его сложнее центральную башню сил тьмы атакуют тимбер тимбер кстати достойный закуп вот он подформился зарядов bloodstone и у него еще и plate mail сейчас все такой бронированный так и заходит на мид здесь свэн свэн видит тимбера есть у свэна бкб это может быть ключевым артефактом получает трек трек бы сбить на сбивают трек но не собираются атаковать ftd клапа у них нету тимберсо который фармит лес у них нету сларка который тоже фармит покупает себе ультимейт орб продолжает фармить ну неплохо действует они как бы и соперника заставляют собраться в пятером и продолжают фармить но вот главное как сейчас играют потому что клак вверх попадает в сларка в сларк взлетает весь рассказ как-то закрыть его не получается в итоге в итоге все и теперь ftd клап могут вообще выходить в атаку нет ультимейта клак вверх это легкое ослабление скажем так брейхард 4 что еще есть аегис вполне себе неплохо ну вот бкбшка на свэне бкбшка на свэне конечно самый неприятный артефакт сейчас так что рубик что-то подворовал это ракеточка не особо полезная штука у нас теперь перестрелка пошла прям как на войне так летает свэн в самого жирного героя и забирает его отличная игра дальше забирает некрачей на этот раз в бкб успевает подрубить гуардиан энджел омни найт омни найт отправляется в таверну забирают у нас сларк в блейдмейл прямо клакверка нет клакверк живет сларк выходит из шадоу дэнса успевает уйти с паунса прямо на свэна свэн забирает с него аегис надо постараться сейчас еще из ларка забрать там бестмастер то ладно но с ларкой бы убить дарк пак все-таки решает проблемы в итоге хотя бы бестмастера забрали уже неплохо да хорошо выиграли драку эту брейв карты естественно выиграли учитывая то что у оппонента еще аегис был который там в ближайшее время должен был кончиться но все же вот как свэн-то на этот раз ворвался и этот файт рекап он не отражает всего фарма свэна потому что он зафармил там еще кучу крипов этой драки некров кабанов он заработал ну больше тысячи точно там два не края это уже плюс 400 где-то так бкб очень сильно помогает в таких моментах конечно бкб очень сильно раскачался свэн конечно 18 уровня много у него урона знаешь такое ощущение что не ожидали что вот тимбер лопнет несмотря на то что он вроде бы такой бронированный весь из себя но я так понимаю пассивки не было то есть он был бронированный но не настолько бронированный насколько он бронированный был бы в драке если бы она затянулась и на этом и сыграл свэн если ты видишь тимбера без стаков реактив армора то на него можно с гдсом свободно нападать особенно если у тебя есть какие-то критерия усвоена уже кристалли смеется поэтому тимбер возможно даже должен являться первой целью которую брейхард должны убить если они нападают первыми просто потому что они смогут его убить а потом уже нет у него успеет появится реактив армор он включит себе худ впитает какие-то нюки пропилит парочку героев будет потом сложно но теперь уже и кристаллис появляется идут вперед сларк покупает себе манту это интересное решение тимбер пока ульт паку нужно жить клакверк его спасает пак должен уходить шифт но ему не дает такой возможности пак отправляется в таверну минус клакверк это уже минус 2 свэн опять воюет с некрачами и крипами это его любимое занятие в этой игре но нужно убить нужно убить кабанов пока есть букабешка хорошо залетает но не удается убить сларка и свэн падает остается у меня нет у меня нет вообще не не скастовал свой ультимейт ну да ситуация была не слишком приятная 3 полки для сларка и только лину уходит я и не я не уверен из-за лагов что-то я мог не рассмотреть но мне кажется пак мог вернуться в эту драку это было немного рискованно но он по моему успел пустить арбу у него был байбэк он мог попробовать байбэк и залететь обратно я не знаю как много бы это изменило но все-таки упака есть в эл упака есть ультимейт дакон это могло что-то изменить но слишком опасно такие такими вещами заниматься одним таким умом ты можешь просто проиграть своей команде игры уж лучше не рисковать да и там отдать сопернику вышку дать ему возможность возможно даже чуть побить т3 если фтд заходят но они все-таки отступают и правильно делают потому что тут очень серьезный от спам драгон слэй вам ракетами можно коги поставить оттолкнуть вражеских юнитов вот поэтому на байбэк пока тут был скажем скажем так очень опасен слишком рискованно не оправданный мне нравится выбор сларка манта стайл не самый обычный артефакт и казалось бы но для старка может быть не самый подходящий но в такой ситуации когда у тебя есть диффуз и иллюзии наносит дополнительный урон он может быть не таким уж плохим да манты на сларке это конечно артефакт который покупать просто так точно не стоит ну и здесь помимо всего прочего он еще сайланд спака снимает ауешный который как бы обычным ну вы понимаешь как бы в чем дело сларк герой у которого есть дарк пак и если ты хочешь снимать сайланд покупать исключительно манту для этого но это как-то глупо то есть ну тебе бкб все равно потом понадобится скорее всего на сларке ну в большинстве ситуации скажем так здесь может быть нет но вот почему манту на сларке не покупают бкб бкб в большинстве случаев нужно на сларке а покупать и манту и бкб это просто потратить два слота и если в данной ситуации манты еще приемлемо потому что у него есть диффуз и возможно он так и не купит свой блэк кинг бар в этой игре то то в других ситуациях мне кажется покупка манты это грубая ошибка хотя честно говоря я ни разу не видел чтобы сларк не обоснованно покупал манту это у меня видимо где-то там паблики попадались люди которые манту на сларке покупали почем зря а в каптанз моде вот сколько я не смотрю на сларков с мантой ну как бы оправдать это можно действительно причем не с натяжкой знаешь там с какой-то из желания не флеймить игрока а вот действительно тут манта как бы с диффузел блэйдом может неплохо сработать мы посмотрим по теории сложения определенных факторов скажем так ну да я покупаю пак доделал себе линку так и выходит вот это победу в очередной раз но побольше подфармливают игроки в клап вот у них и тимбер постоянно фармит и сларк фармит а ребята из брэйвхард как-то бегут вместе очень часто должны проседать из-за этого свэн ломает вышку ну вот уже тимбер продолжает фармить сам зарабатывая необходимую разницу и сларк готовится может быть даже будут атаковать до атакуют поднимают воздух клак вверх а станчик залетает клак вверх падает первым пошел гуардиан энджел тут же пошел диффузом не на это срубили падает рубик два в один размен сларк успевает уйти сработал дарк пакт ну и вот начинают кайтить свены видишь первыми ftd нападают и чё с чё происходит с этим ой как он подканулся стан очень хороший стандарт в эйксе и умудряется таким образом забрать тимбера похоже но он уходит на мир ченни только бестмастера только бестмастера и продолжает еще грейс ларк но страшновато лезть под свена с дей далусом использует манту но все равно получает станы падает и тот и другой кэри одновременно трек на линия длинно пытается сделать тп длинный удается сделать тп но и остается здесь пак тяжело конечно в лагах понять что происходит конкретно в этом тимпайте но по-моему сварк просто не поражал дарк пакт поэтому свен его зарубил может быть этот дарк пакт ему не особо помогал в этой ситуации но наверное попробовать стоило не успел просто среагировать игрок команды фтд так и тимбер заигрался его чуть здесь не поймали но успевает отойти 6 надо заряда в блатстоуне там еще один был момент совсем понятный когда свен он то ли мискликнул насмотрелся это реально так во всяком случае по той картинке что увидел вместо блинкаута он наоборот блинканулся на соперника но после этого дал очень крутой стан и зарезал двоих ну почти заряд ли вряд ли это был мисклик ну просто просто после того как он как бы блинканулся куда-то вообще в другую сторону побежал такое ощущение что потерялся но опять же все из-за лагов в любом случае свен здесь неплохо разобрался и вот это вот жажда убить свена первым героем она весьма понятно для fcd club но не получается уже который раз красивый тимбер у меня возвращает себе пилу в лагах тут мы покупали разных артефактов ребята и т.д но на самом-то деле им нужна мобильность против свена им нужно парочку форста попами даже если сларк не успевает поражать dark pack после того как вылетает него свой на станет то какой-то скажем форстаф на бх может его спасти есть форстафу рубика но одного бывает мало желательно два иметь возможно после вот покупки пайпа баунти хантер начнет собирать себе форстаф плюс там еще и клокерки я совсем забыл про клокерка это же тоже герой против которого форстафы нужно иметь обязательно обязательно любому герою практически на без форстафов против кокерка играть не очень приятно заходит на рошана то ли засада какая-то ну засада такая себе потому что есть птицы бестмастера и выход опять на своя но может быть свин забирает вышку залетает ракета все еще в смоках что поехали факт сбивает ультимейт бестмастера без мастера сейчас важнее всего раскастоваться что-то залетает в линку возможно этот тот самый стан бестмастера в таком случае отличная игра от пака который успел навесить линкен сферу тимберсо стоит неплохо втанковывает ну и свэн начинает с ним разбираться но это была плохая идея без бкб достаточно быстро забирают его следом остается омни найт минус баунти хантер минус омни найт так и клокверк клокверк пытается сделать тп клокверк уходит делает телепорт пак пак тоже уходит три в два размен несмотря на то что бестмастер вообще ничего не смог дать в этой драке свэна получилось убить и на этот раз такое ощущение что еще проще чем до этого хотя казалось бы почувствовал как бы знаешь этот волю власть какой-то свэн ворвался без бкб под два чакрама его срезал очень очень быстро и и рашан должен оставаться ftd клопей да очередной рашан для сларка судя по всему насвободил себе слот купил себе скади теперь катить своя на будет еще проще скади на милишниках работает очень эффективно по сравнению с ранжевиками поэтому для сларка этот артефакт просто маст хэв особенно против свэна против лавспиллера оу вырывается клокверк в надежде сморовать аегис но сейчас он поплатится за эту дерзость да тут твоей железной головой пытается пытается как то еще за счет блэдмэл что-то выиграть а че сларк стоит вообще старт или завис знаю что с ним было он просто стоял никого не бил но в итоге сларк здесь выживает а клокверк не выживает это еще приятный бонус к егису диффуз закончился нужно новое брать уже парк приобрел как раздаваем по таймингу приезжает ну что баунти хантер пайп баунти хантер почти грейвзы осталось 1300 до рецепта их бы дофармить неплохо еще и vitality booster себе берет интересно для чего vitality booster здесь что-то коварное замыслил в тимбер конечно очень сильный получается 20 зарядов платстоне уже почти готов актарин но сейчас своем попробует ему понизить число зарядов и это удается сделать я прошу прощения а у кого vitality booster баунти хантера у баунти хантера хорошо понял может быть какой-то вангвард тире кримсон гвард других предположениях просто не подбегать и пашет и пашет в такой ситуации хекс лучше смотрится и без углубой тонн действует насколько я знаю две секунды правильно и в поддаке к сделал действует подольше так находит клокверка пист мастер очень интересной позиции здесь уже тимбер собирают очень быстро клокверка тимберсу конечно справляется с этой задачей невероятно быстро но и спокойно уходит факт да тимбер силовиков не прощает своим раскастом очень быстро реснулся сларка все еще нету но он уже спешит и к тому же какая-то не готова оказывается у нас бхарт нужно им сейчас как-то врываться пытаться подраться за эту вышку пак в репеля станчик залетает в некра и в тимбера идет воровать штаты синку нападает поглубже чтобы заставить соперника прожимать себя скрыть у него есть аегис и тимбер туда ныряет но бараки просто ломать некому без мастер без них ров поэтому тут разворачивается очень серьезная драка форстафы у тимбера врывается с ларок ультимейт он нажимает пытается съесть ум не на это ум не на это готов к ставать guardian angel кастует его но работает диффьюжел blade синку нападает на ум не на это получает лагуну умирает но это только аегис то делать дальше не совсем понятно кокоски с да и свин пытается отступить но ему очень-очень тяжело продолжается драка к лакверк уходит с ультимейта на фонтан уже давно просто забрать лайм незачем незачем там находиться сейчас команде ftd гдс у своя на нету пока омника тоже нету боеспособными брейкард не выглядят поэтому можно просто забить но решили вот свой на убить но только заряд диффьюжел blade потратил сейчас к сумку они сейчас на вес золота потому что ты чтобы новые заряды приобрести ты должен продать это диффьюжел blade и купить себе новый а можно купить 2 ну да если если тебе не нужен телепорт или у тебя будут бутсов travel поэтому да можно не продавать старый диффуз можно купить тебе просто новый вторая линия падает за лайнер и 25 секунд еще без пока идет 897 ему даже выгоднее то что вышка его бьет потому что она стакивает с реактив армор но нет все таки решают отступить это слишком много клокверк дает ракету ни в кого не попадает crimson guard готов здесь да вот теперь мы видим для чего ну как-то поздно я вот не знаю вот надо как-то посчитать не знаю вот хочется прям взять и затестить насколько этот crimson guard вообще выгоден на такой минуте как много он дает это как бы такой гвоздь в крышку гроба когда соперник и так слабее тебя у тебя еще один дополнительный такой небольшой бафчик или все-таки это ну излишняя роскошь потому что денег стоит не так уж и мало а за эти деньги можно было бы купить какой-нибудь там хекс не целиком на большую его часть тут же влад мир снова влад мир съесть и аганим появляется у рубика и линза на радиус кража с полов у него теперь действительно огромный он не помещается по моему даже в этот да если ты максимально приблизишь что он не помещается в обзор если рубика в центре держать я имею ввиду банк у нас про не может остановиться здесь убил баунтихантера хочет убить еще кого-то но нет не удается ну-ка дай-ка посмотрим радиус ну да он отдали и глянь вижу и масляции раньше радиус очень большой даже слишком доходит опять таки против омника очень удобно играть как только он кастует guardian angel ты должен моментально у него своровать и закастовать его с аганимом тебе даже не надо будет близко находиться к своей команде чтобы попасть бафом по тиммейтом ты можешь быть любой точкой плюс это фортификейшн халявный причем жесткие достаточно хорошо Продолжение следует...